Лютики и цветочки в поле колыхают, Ветерок шальной нежно обнимает, Степь цветет и пахнет, Эх, вокруг раздолье, Троица настала, и душе привольно. Сейчас повсеместно говорят о том, как приготовить нечто вкусное, необычное, экзотическое. Совершенно игнорирую о том, а полезно ли это будет для нашего с вами здоровья. Главное – вкусно поесть. Мы с вами будем говорить о том, как приготовить вкусное, а главное – целебное блюдо, съев которое мы не только получим вкусовые ощущения, но также увеличим жизненный потенциал организма, укрепим свое здоровье и даже исцелимся от некоторых заболеваний. В эфире программа «Целебная кулинария» и ее ведущий Геннадий Малахов. 11 июня день Феодосии, назван честь святой мученицы Феодосии. Ей еще не было и в 18 лет, когда за беседу с христианами ее подгвергли лютым мучением. Ребра и сосцы были изрезаны железными ногтями, мясо сошло с нее до костей, потом мученицу Христову, еще живую, с радостным лицом, терпевшую мучение, и Гемон приказал утопить в море. После утопления в море была извлечена ангелами из воды на сушу живую, и ходила святая, нося на руках своих камень, привязанный к шее ее. Потом святая была вновь пленена язычниками и приведена в судилище. Ее приговорили на сидение диких зверей, но она пребывала совершенно невредимой от них. После приказали усечь мечом. Во время усекновения святой видели голубицу, вылечившую из уст ее, сиявшую как золото и возносившуюся к небесам. А когда наступила ночь, святая мученица явилась к родителям со многими другими святыми девами. Она была облечена в одежду более белую, чем снег. В ее руке был золотой крест, а на голове венок. Святая Феодосия сказала родителям, «Вот видите, сколь велика слава и благодать Христа моего! В это время наливаются жито и рожь». Народе говорили, «Если Феодосия, колосятница, пришла, значит рожь зацвела». Вообще сегодняшний день считался несчастливым. Говорили, «День Феодосии стоит один всех понедельников. Сегодня старались не выходить на улицы без особой нужды». Приметы. «Много ржи, значит и много грибов соберешь». Детям сегодня запрещалось играть, прыгать. Мол, сейчас земля тяжела, и если скакать по ней, будет несчастье. Пели песни. «Солнце, солнце, блесни в оконце, дай овсу роста, чтобы до небес дорос. Матушка рожь, стала бы ты стеной сплошь». Так привлекали хороший урожай. Андрей написал, «Геннадий, если вы вот так будете вести трансляции, то ваших подписчиков будет много больше». Ввел я трансляции, ничего подобного, не стало больше. Вопросы одни и те же. И я сейчас на ваши комментарии отвечаю более как-то предметно. А так просто какие-то, знаете, разговоры никому не нужные. И, кстати, вот смотрите. Какой-то пеннис улефил на 27 мая. Не знаю, что там такое. Мракобесие. Значит, и дальше продолжает. Сидит пузатая, нетрезвая, недоумение и рассуждает на тему здоровья цирк. Насчет того, что пузатая, не пузатая, я вам показывал. Вот смотрите, видите, голова какая у меня. Можно так сказать, головатое чудовище сидит какой-то, паноптику. Теперь смотрите, отсюда получается, что у меня пузо большое. Я об этом уже говорил. Это раз я написал, значит, подскажите, как надо тут рассуждать на тему здоровья. Фото свое пришлите, объясните своими достижениями. Если это не будет, заблокируем. Мне ответил он. То есть по поводу нетрезвого вида возражений нет. А вот нетрезвый вид может быть из-за того, что человек путает энергетический подъем с этим делом. Он, возможно, его особо и не видел никогда. И когда человек на веселе, вот это вот оно. И думает, что вот это так и есть. И все-таки тона пошла. Значит, возражений нет. Но тут как раз ответили. Значит, поздравляю, вот и боты набежали. Признак подвижения канала масса. А также признак того, что инфа тут для людей. Вот демоны, паразиты. Бесятся, упырут. Ну, вот такие вот и есть высказывания. Поэтому заскочат люди и что-то там ухватят, что-то там такое и думают. Кстати, я об этом немножечко подумал. И я на каждом этапе могу выставить примерно свое фото. Чем я занимался? Занимался, допустим, ага, тяжелой атлетикой. Вернее, сначала начал качаться. Вот мое фото одно. Значит, в рассвете тяжелой атлетики, вот оно другое. Ага, начал я заниматься там закаливанием, вот она третья. Начал заниматься йогой, вот она четвертая. Голоданием, вот она пятая. Сейчас я занимаюсь несколько иным, вот она шестое. А вот некоторые пишут. Очень рада, что у нас есть. Посмотрел, как вы физически занимаетесь. Вот примерно подражали. Некоторые люди, вы раздражаете. И понятно, почему. Жду новых видосов. Ну, потихонечку будем делать новые видосы. Не без того.